Курская битва Вручили им продовольственные наборы, а также осмотрели условия проживания, чтобы оказать помощь нуждающимся. Одним из адресатов стала Антонина Александровна Ершова. Несмотря на преклонный возраст, а ей уже 98 лет, она согласилась стать участницей митинга-реквиема. Курская битва для нее особенно памятна. Под Харьковом попали в окружение. Нас в Харькове немец окружил со всех сторон. И мы ночью выходили из окружения. Ночью. И вышли мы к городу Белгороду. К Белгороду. И там все равно я телеграфистка, связистка, телеграфистка. Заставили работать в землянке. Я работала в землянке. Под бомбежкой бомбили. В ходе Курского сражения советские войска потеряли 870 тысяч человек. Среди них были и ульяновцы. Имена героев, начертанные на гранитной стене, напоминают нам о мужестве тех, кто сражался за нашу родину. В следующем году россияне отметят 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В связи с этой датой президент подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы. Губернатор Сергей Морозов поручил активизировать действия по подготовке к празднованию юбилея победы. В ближайшее время у нас планируется проведение всероссийских акций совместно с другими региональными организациями. Например, мы проводим всероссийскую акцию «Капля добра», которую проводят у нас совместно с антитеррористическим комитетом. Также у нас планируется проведение всероссийских исторических квестов, которые проводятся днем единых действий на территории всей Российской Федерации, которые направлены на популяризацию и распространение патриотизма среди молодежи, такие как, например, риск в рамках формата «Что, где, когда» на знание именно основных событий. В регионе запущен проект по сохранению и благоустройству памятников, мемориалов, мемориальных досок, находящихся на территории закрытых предприятий и организаций. Глава региона подписал распоряжение о разработке памятного знака в память о праздничном параде в Ульяновской области в день 75-летия Победы. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ.